Это тот, кто следит за природой. Это тот, кто учится в школе на отлично. Кто ботаник. И вот это вот называется человек-ботаник. Это ученый такой, который изучает деревья, цветы, природу. Тот, кто наблюдает за природой. Он изучает разные растения. Это такая щетка, где щекочет за спиной. Это такой танец. Я его дома изучала, и у меня немного не получилось. Но потом уже получилось, что я тело хожу. Это когда танцуют в тухле. На носочки надо становиться, и начало танцевать. Вот так вот это. Это такой танец народный. Его танцуют красиво и быстро. Вот когда такой инструмент. На инструментах он играет вот так. Это салют. Он бывает красный, синий, желтый, оранжевый, розовый, зеленый. Куда ходят девушки, чтобы тоже быть красивыми. Это такой город. Это такой салон. Для этого салона чувствуется, что человек соленый, как огурец. Когда светится ярко солнце. Это где там загорают или еще что-нибудь. Салон, который пишет стихи и сказки. У нас мэр страны. Писатель, поэт. Он книжки писал. Пушкин – это писатель. Он написал «У коморья дуб зеленый». Он русский. Он пишет разные книжки или поэты. Например, он написал «Красную шапочку». Пишет историю книжки, книжки там разные. Салатая лыка, цесла, вот они. Они. И там еще «У коморья дуб зеленый стиль». Он писал книжки. У них все разные. Он пишет две стихи сказки. Мой до дырки. Это пушкин. Очень круто скрыт. Пушкин – это писатель. Он писал сказки о царе Султане. Это человек, который главный в стране. Пишет поэзии книг. Это писатель, который раньше писал русские сказки. Поэт. Он написал сказку «У коморья дуб зеленый» и сказку о царе Султане. Это писатель, который сочиняет стихи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И.Бы Люксфер. Ну можно писать. Поготе одногоorgan Noteester 26. Эй! Ма-бую. Субтитры сделал DimaTorzok